Всем привет! Продолжаем путешествовать по мифологии. Галатея женское имя. В древнегреческой мифологии его носили Нирида, дочь Нилея и Дориды, отвергнувшая Полифема, олицетворение спокойного моря. В древнегреческой мифологии есть персонаж с именем Галатея. По преданию, Галатея появилась на свет от союза Нирея и Дориды. Значение ее имени – молочная или беломраморная. В одних мифах девушка называется богиня, в других – нимфа, с чьей помощью усмирялись бужные морские волны. Она была участницей интересного любовного треугольника с трагичным финалом, о котором узнаем благодаря метаморфозам Овидия. Галатея – морская нимфа, дочь Нирея и Дорида. Влюблена была прекрасная Нирида Вакида, сына Пана и нимфы Семетиды. Чувства ее были взаимные, и молодые любили предаваться нежностям возле скал. Но в Галатея был влюблен большой и страшный Полифем. Если ты спросишь теперь, что сильнее в душе моей было, как иду нежностью, страстью или ужас Циклопа, не знаю. Были те чувства равны? Так говорила Ниреида о сложившейся ситуации и охватившей ее чувствах. Полифем был в недоумении, как так получалось, что Галатея любила этого хрупкого юноши Акида, а его сильного и мощного игнорировала. В конце концов, Циклоп впал в чрезвычайное негодование и совершил то, что категорически не рекомендуется повторять в современном цивилизованном обществе. Полифем схватил камень и кинул его несчастного Акида. Но то, что для Циклопа обычный камень, то для человека гигантских размеров булыжник. Хотя лишь одной оконечностью камня в Акида он угодил, целиком завалил его тело. Вместо крови сквозь расщелинные скалы потекла вода. Галатея же слезами и мольбами смогла превратить убитого возлюбленного в прекрасную веку, который теперь носит его имя и берет свое начало на северных склонах Этмы, Сицилии. Элины воспевали этот миф и этот сюжет был переложен Феокритом в его литературном сочинении. Поэты и драматурги черпали вдохновение из древнегреческой легенды, произведения о трагической любви Галатеи, написанные авторами Торелли, Анзара, Ла Фонтена. Ну, конечно же, надо сказать, что Галатея это еще и прекрасная статуя, созданная скульптором Пигмалеоном и оживленная по его мольбам богиней Афроди. Ну, так вкратце о Галатеи данной зикипедии. Пока-пока, до свидания.